Всем приветули, с вами лучший студенческий телепроект Альма Матер. И мы, Денис Абуховский. И Аня Аксенова. Настойчиво рекомендуем вам отложить все свои дела, чтобы в ближайшие несколько минут провести в нашей компании. И вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Где будут жить студенты? Общежитие готовится принять новоселов. Сила, выдержка, терпение. Все это понадобится нашему редактору, который станет новобранцем института МВД. Чем закончится эксперимент, узнаем через пару минут. Романтика у костра и тесты на выживание. Наша съемочная группа отправилась в лес, чтобы познакомиться с бабруйскими скаутами. К новому учебному году готовятся не только студенты, но и их Альма Матер. Но сейчас речь пойдет не о самих университетах, а о студенческих общежитиях. Наш корреспондент Веста Смирнова побывала в нескольких общагах, узнала, как они обновились к заезду студентов. И в первую очередь она отправилась в совсем новенькое общежитие, открытие которого студенты МГУ имени Кулешова ждали с большим нетерпением. Это общежитие номер два на улице Ленинская. После капитального ремонта оно стало ну просто мечтой любого иногороднего студента. За новое общежитие взялись основательно. Теперь эти комнаты не узнать. От старого здания остались только стены. Положили новые полы, установили новые двери. Полностью заменили сантехнику и электрооборудование. Теперь в каждой комнате, кроме новой мебели, есть еще и холодильник. В этом году позаботились не только о комфорте студентов, но и о их здоровье. На каждой кровати ортопедический матрас с маркой «Сделано в Беларуси» и вся мебель из экологически чистых материалов. Закуплены новые одеяла, подушки, постельное белье. Все, чтобы чувствовать себя как дома. На каждом этаже сделали 16 душевых кабинок. Кухни просторные и светлые, а главное разделены на две одинаковые зоны, чтобы избежать очередей. На каждом этаже будут небольшие места отдыха с диванами и телевизором. А на первом этаже большой конференц-зал. Через пару дней здесь установят звуковую систему и большой телевизор. В новом общежитии похвастались и обновленной столовой. Оборудование абсолютно поменяли, все новое. Холодильное оборудование новое у нас, тепловое оборудование новое. Посудомоечную машину нам поставили. Вот у нас планетарный миксер. Мы можем делать сладкие блюда, мы на нем можем все взбивать. У нас тестомесильная машина новая. У нас для нарезки вареных овощей новая машина. Теперь здесь смогут пообедать не только студенты, но и все могилевчане. Счастливыми новоселами общежития номер 2 МГУ имени Кулешова станут 250 студентов факультета физического воспитания. Заселиться они смогут уже к 1 сентября. Масштабная подготовка прошла и в общежитии Могилевского университета продовольствия. В этом году в комнатах сделали косметический ремонт, поставили новую мебель, закупили постельные принадлежности. Открыта прачка у нас для студентов, закуплены машины стиральные, которыми не пользуются. На каждом этаже имеется бытовая комната для сушки белья, учебная комната, где студенты занимаются психологической разгрузкой. Также для кружковой работы есть комната. В общем, все совершенствуется. В спортивном зале отремонтировали и покрасили тренажеры. К началу нового учебного года уже все готово. И уже в конце августа в эти два общежития заселится 1200 студентов. Из них, кстати, 60 иностранцев. Из Ирана, Азербайджана и Туркменистана. В то время, как студенты еще балдеют на каникулах, в одном вузе уже началась учеба. Могилевский институт МВД начал подготовку курсантов. Сейчас они проходят курс молодого бойца. Альма-Матер не могла пройти мимо этого события и внедрила своего редактора в ряды новобранцев. Сумеет ли он с честью выдержать испытания или с позором провалит наш эксперимент? Сейчас увидим. Для новобранцев Могилевского института МВД август время испытаний. Ребята проходят курс молодого бойца, а меня, как одного из самых спортивных телеведущих, отправили попробовать свои силы. Итак, посмотрим, получится ли у меня влиться в ряды новобранцев. Первым делом мы пришли туда, где проживают курсанты. Правильно это место называется? Расположение. Итак. 110 парней и 20 девушек. Еще вчера они были обычными школьниками, а сейчас привыкают к военным условиям. С ногтями, с такими прическами изящными, с макияжем пришлось расстаться. Вот поэтому не жалеешь? Нет, не жалею. Первые дни было, конечно, сложно, потому что 17 лет прожив с родителями, сложно отвыкать от них, от дома. Валяться на кровати здесь не положено. Можно только с 10 вечера и до 6 утра. Иначе никаких тебе увольнительных и премиальных. Стоит ли это того? Не думаю. Итак, товарищи курсанты, вам необходимо произвести заправку к кровати в течение двух минут. Время пошло. Оценка неудовлетворительна. В положенное время уложился, но, к сожалению, никакой правильной заправки, ни одеяла, ни покрывала не произвелось. Кантики не отбиты, оценка неудовлетворительна. В это время на плацу курсанту оттачивают кладение щитами-палками. Бойо! Бойо! И когда меня увидела моя мать, она сказала, что я возмужал. Я сам себя в этой форме чувствую, как специальный агент. Мне тоже выдали экипировку. Краткий курс, и я готов принять на себя серию ударов. Ну что ж, выдержал пять ударов. Ощущение, как будто километров десять пробежал. Весь мокрый уже. Раз! 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 Противник пылом! Да! Вот хорошо! И поскольку Евгений сегодня у нас участвовал в наших занятиях первый раз, отдельные элементы ему удавались, ну, не совсем хорошо, так скажем. Но общая отметка, которая, на мой взгляд, заслуживает, это отметка хорошо, если учитывать десятибальную шкалу, ну, 6-7, где-то так. Идем на дневую подготовку. Разобрать и собрать автомат на время. Когда я этого самого автомата в руках не держал, задача непростая. Курсанты уже справились, а я... Были некоторые ошибки. За старание ему можно поставить оценку 4 по десятибальной системе. При дивного бранца присяга, и с 1 сентября они станут полноценными курсантами. Ну, а наш эксперимент подтвердил, каким бы ты ни был спортивным, только дисциплина и подготовка сделают тебя настоящим бойцом. Жень, не расстраивайся, для нас ты все равно Джеймс Бонд. Ой, смотри ты! Не ревнуй, Денис. Пока мир сходит с ума в поисках покемонов, в Бобруйске есть ребята, которые оставили гаджеты дома, а сами уехали в лес. Живут там в палатках без телевизоров и компьютеров. Уже две недели как? Скажете, безумцы? Не, бобруйские скауты не только в американских фильмах водятся, а еще и в наших широтах. Встретить их большая редкость. Учиться скаутским премудростям отправилась наш корреспондент Надежда Мешкевич. Мэй, Надя, куда же ты? Там ливень, Анна. Хочу в скауты. И пойди ее останови. Есть ли скауты теперь? Ты мне на слова поверь. Нам не страшен дождь и зной, этот лес как дом родной. Такими кричалками здесь, в лесу, под проливным дождем встречают нас бобруйские скауты. Да, самые настоящие скауты есть и у нас в Беларуси. И вон там уже виднеется их лагерь. Кричалки для поднятия духа здесь обычное дело. Скаутское движение в Беларуси появилось лет 30 назад. В нашем регионе скауты пока есть только в Бобруйске. Скауты это кто? Скауты это экстремалы. Потому что есть такой у скаутов свод законов, там 10 пунктов. Один из них гласит. Скаут никогда не унывает и улыбается при любых трудностях. В переводе с английского скаут это разведчик, которого такие мелочи как дождь или отсутствие интернета вообще не заботят. День в лагере начинается с построения после учеба. Здесь за моей спиной ребята учатся спортивному ориентированию. Идем посмотрим, как это происходит. Саша в скаутах уже лет 7. Она учит новобранцев выбираться из леса и проходить дистанции. Каждый день ребята бегают по 3-5 километров. Главное правило для ориентирования на местности? Правильно надо сориентировать карту. Расположить, чтобы она стояла к северу. Если стоит карта к северу, тогда мы можем начинать движение. А ночевать не страшно в лесу? Нет. А дождь? Ну, так себе, когда дождь идет. Девчонки, ребята, я смотрю, многие стоят босиком. Это же можно заболеть. Ну, они уже закаленные. Но на самом деле просто немного уже как со вчерашнего вечера льет погода, поэтому у нас льет дождь и немного сорватые вещи, поэтому приходится вот сушиться. Мамы, папы не смотрите. Сушиться таким способом. Им на самом деле хорошо, он стоит, улыбается. Греться у костра веселее с песней. Так, например, звучит скаутский гимн. Будь готов, ты скаут делу честному, Трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очень неизвестному, Бодрые теломыслию и душой. Будь готов, будь готов, Будь готов, всегда ты будь готов. Молодцы, только почему такие грустные? Обреченно. Будь готов. В скауты приходят дети с 9 лет. Готовят их в Бобруйском детско-юношеском туристском центре. Ждем всех скауты. Только вот сразу стать скаутом не получится. Надо пройти обучение и сдать на разряды. За две недели в лагере новобранцев учат собирать рюкзаки, ставить палатки, оказывать первую помощь, разжигать костер разными способами, готовить, преодолевать препятствия по веревкам, в болоте и даже строить без гвоздей. На все нужны силы, поэтому обедают тут с аппетитом. Мы готовим, получается, 6 раз в день. А о меню расскажи? Каши, супы, макароны, чай. Нашивки на форме – это награды за испытания. Вадим Ерманок побывал в скаутских лагерях в Швейцарии и Эстонии. Прошел не один экзамен на выдержку. Вот эта вот нашивка, она называется «Три пера». Она выдается, это испытание, выдается каждое перо. Одно перо – это когда сутки ничего не ешь, второе перо – сутки молчишь. Третье перо – это ночуешь в лесу без палатки, без ничего, просто ночуешь в лесу с открытым небом. Что тебе далось сложнее всего? Молчать. Молчать? Ну, я 4 раза или 5 пересдавал. Это испытание самое тяжелое физически на данный момент, которое у нас есть. Называется оно «Быстрее дизеля». Ну, в общей сложности нужно… Я на нее пробежал 80 километров. За стрекозу надо 2 часа пролежать с кружкой воды на голове. Крота получает, если выдержат сутки с закрытыми глазами. Я смотрю, вот такая вот девушка есть. Это испытание для девушек, где мы проходим всякие секретные обряды, посвящение какое-то. Вот, надо пройти до конца, не испугаться. Наверняка съесть паука какого-нибудь. Ну, почти. Не съесть, но потрогать точно. Пройти эти испытания – честь для любого скаута. Чтобы проверить себя, чтобы увидеть, чего стоишь, чтобы не скучно жилось в городе. А еще каждый уважающий себя скаут должен уметь завязывать галстук и узел дружбы. Вообще здесь изучают около десятка узлов. Этот узел нужен для связывания веревки, если тут побита она в горах, например. И вот через две, и вот. И теперь нужно за две развести. Две? И что сделать? Так. Вторую. И вот. Узел связан. У меня получение. Как он называется? Срединный. Срединный узел. Как вы здесь развлекаетесь? Ну, проводим всяческие игры. Вот под гитару поем. Возле костра разговариваем. Девоушены проводим по вечерам. Каждый выговаривается насчет дня, что плохо, что хорошо, что нужно изменить. Главное, что отличает бобруйских скаутов, это атмосфера большой семьи, где даже в лесу не скучно. И даже под ливнем тепло. Провести несколько недель в скаутском лагере и научиться всем премудростям выживания в дикой природе теперь эта идея, мне кажется, очень даже заманчивой. Одно я поняла. Скауты не для неженок и не для хлюпиков, а для настоящих экстремалов. На этом все. Мы ждем вас в Альмаматор каждые две недели. На Беларусь 4 Могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся уже в сентябре. Хорошо вам провести оставшиеся каникулы. Пока-пока. А ты видишь, что-нибудь? Да. Ну, я все время так. Ну, что? Ну, ничего не могу. Все, поехали. Нормально пошло вроде. Можно еще раз эту сту... И с самого начала эту. Продолжение следует...